Добро пожаловать мальчишки и девчонки, с вами ваша девочка-волшебница Невермор, и мы возвращаемся опять же к истории нашего любимого истинного императора Лима в его борьбе за возвращение имперского трона. Возвращаемся за этим в очень интересный момент, когда наш мастер Вон практически завершает исследование катафрактной брони. А это значит, что мы сможем перейти к более продвинутым формам защиты. Благо, что основные исследования мы уже провели, и временно от научной деятельности тот же Вон может отдохнуть. Еще более приятным моментом является то, что за кадром, с помощью небольшой торговли, упорядочивания складов и просто работы на высокоточном столе, мы подготовили некоторое количество продвинутых компонентов. А это значит, что хотя бы на один продвинутый комплект лично для императора мы точно найдем ресурсы, ну а для остальных уже будем подгонять процессе. Дело ясное, что займется этим лично мастер Вон, ну а мы обратимся к делам не столь приятным и, прямо скажем, очень даже печальным. Как вы помните, в прошлом эпизоде мы смогли воскресить нашу бедняжку-лузер, и, как я увидел в комментариях, очень многие обрадовались ее возвращению. Однако же с огромной скорбью приходится констатировать, что она слишком долго была мертвой и очень сильно подгнила из-за набегающих волн жары. Как многие правильно предположили, до нее таки добрался прогрессирующий психоз воскрешения. Эта страшная болезнь вызвана десинхронизацией нанитов, воскресившихся мулузер, ну а печальным результатом, конечно же, будет ее гибель. Поскольку психоз воздействует в большей части на мозг, мы не сможем провести необходимую операцию ампутации. А значит, как бы это ни было печально, лузер сложит свою энерговинтовку и отправится в саркофаг криптосна, который мы для нее заранее подготовили. Ситуация в корне неприятная, но по крайней мере у нас остается шанс, что мы когда-нибудь найдем сыворотку исцеления, или же использовать технологии мозговой проводки и циркадного воздействия, чтобы комбинация имплантов каким-то образом нивелировать последствия этой нехорошей криптосонной болезни. Что же касается новостей более приземленных, то все тот же Лием не терял времени даром и завел уже новую интрижку. Как мы помним пару эпизодов назад, он вполне успешно флиртовал с тот же Диксон, но теперь уже поменял свои вкусы и переключился на более юную миссию, что, впрочем, опять же не обязывает его к женитьбе. С другой стороны, пока мы будем искать необходимое количество золота на создание роскошной катафактарной брони, все тот же ВОН может заняться делами более интересными, а именно управлением реактором и загрузкой в него топливных стержней, которые мы, как заметим, уже подготовили за кадром. Целых 14 топливных элементов, пускай они загрузят реактор полностью, но позволят нам хотя бы протестировать его работу. Так что для аккуратной работы и большей стабильности, мы установим для начала 5 топливных элементов по центру реактора, и посмотрим, как это дело пойдет. Как видим, стержни сияют ярче неба. И мы еще раз можем нажать зеленую кнопочку и попробовать, что же из этого выйдет. Температура реактора, как видим, растет, и турбина теоретически должна начать выдавать нам электричество. Как видим, при всем нашем непонимании технологии, нам это удается добиться выходов около 20 кВт. И пускай мы можем, в принципе, повысить мощность еще немножко сильнее, доводить до красного значения уранового стержня, нет особого практического желания, так что мы пока что оставим реактор на таком рабочем режиме. Отдельно глядя на показатели, выдаваемые турбиной, мы можем прекрасно увидеть, что все наши энергетические нужды более чем перекрыты. Правда, с таким мощным превышением выработки, неплохо будет задуматься об улучшении наших прерывателей и исследовать более продвинутую технологию. В то же время, пока на основном острове все более-менее стабильно, мы обратимся к острову Холдену, где Борис, Серый и Кэмп уверенно добывают остатки полезных ресурсов, и в принципе уже готовы двинуться дальше, на покорение других островов. Опять же, для улучшения выработки ресурсов, на тот же остров Абидас для добывчиво павших толсталевых метеоритов отправятся далеко не все. Пожалуй, этим там займется тот же добытчик Кэмп, прокачавший свое горное дело до девяточки, ну а Борис и Серый все еще останутся на Холдене и займутся более полезным производством каменных блоков, тем более, что за время добычи полезных ресурсов они сотворили приогромнейшее количество обломков. Есть не ясного, что большая часть ресурсов сразу же будет отправлена на родной столичный остров, чтобы не повышать стоимость колонии здесь. Ну а уже созданные каменные блоки мы, пожалуй, применим по очень и очень полезному назначению. Как многие зрители правильно заметили в комментариях, мы очень слабо удовлетворяем религиозные нужды наших жителей. Да и та же добытая нами древняя реликвия просто валяется на складе, в то время как она должна занять достойное место и служить украшением нашего острова. Для этого мы довольно сильно потратимся ресурсом, но построим отдельный храмовой комплекс. Тем более, что в нашем поселении, помимо Лиема, верующего в истинную имперскую силу, присутствует еще и много разных других религий, которые он, как истинный император, конечно же, не будет ущемлять, а будет только поддерживать. Отдельно странным образом заметим, что на центральный остров, прямо под нашу атомную станцию, внезапно пришли племенные гости из нейтральной фракции расы Сачо. Таким образом, они просочились через лавовый коридор, остается загадкой, но тем не менее, это стоит поощрить и даже немножко с ними поторговать, тем более, что далеко не факт, что они смогут спокойно вернуться обратно. Как бы это ни было странно, но среди прочего ненужного товара, вроде дубин и пива, у них внезапно затесался красивый стрелковый визор, который мы заберем за полную цену в 447 монет. Ну а наденет его все тот же Брэн, который странным образом умудрился пролюбить свой прошлый. Возвращаясь же к станции, есть еще один маленький момент, который мы тоже должны затронуть. Конечно же, мы выделили отдельную комнату для хранения топливных стержней и уранового ресурса. Однако же, по-хорошему, стоит построить отдельный бассейн-хранилище, который позволит нам безопасно содержать урановое топливо и не беспокоиться о негативных последствиях. Теперь же, пока задания выданы и каждый занимается своим делом, мы традиционно поблагодарим сегодняшних пирожочков спонсоров, а именно люблю тебя и Таламав за финансовую подмогу лично Неверу и нашей общей развивающейся империи. Как всегда, друзья мои, вы абсолютно шикарны, и я очень искренне благодарен за каждый ваш донат. Так что дальнейшее развитие истории мы продолжаем с чувством полной удовлетворенности, и заодно получаем координаты с хроном, в котором, возможно, хранится что-то интересное. Прямо скажем, довольно сомнительно, что здесь будет что-то более ценное, чем найденное на прошлом эпизоде склада энерговинтовок. Так что лучше мы изучим еще одни координаты звездных врат, сразу же, как только отобьемся от агрессивного рейда животных. Удивительным образом, в этот раз к нашему острову приплыло целых 40 бешеных моралов. Опуская вопрос о том, когда вообще могло произойти, мы все так же изготовимся к бою и постараемся отбиться с честью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоит ли говорить, что глупые животные ожидаемо проиграли. Но Лием, тем не менее, получил некоторое повреждение, поскольку решил героически, как подавать настоящему императору, лично возглавить нашу оборону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дивным образом, то же самое происходит еще и на острове Холден, но там-то, за счет малой цены поселения, агрессивными выступают всего лишь две уточки. И, конечно же, наши бойцы с легкостью с ними справляются. Что касается повреждений, полученных Лиемом и Диксон, то наш доктор Хейтс с легкостью с ними справляется, особенно учитывая нашу мощную прекрасную больницу, скомплектованную из трофейных больничных кроватей и мониторов жизнедеятельности, взятых, в принципе, там же. Что несколько более неприятно, так это маленький налет на остров Абидос, где, по сути, из-за отсутствия чего-либо ценного, атакует всего лишь один нападающий. Но раз уж нам необходимо защитить Звездные врата, Борис и Серая наведутся еще и туда, чтобы защитить наше портальное устройство. Потенциальная же пленница Уни-Сан, к сожалению, за свои легкие неврастения не подойдет нам ни в качестве поселенца, ни в качестве раба. Поэтому за нападение ее ожидает простая незамысловатая казнь, выполненная, тем не менее, с использованием самых современных технологий. На удивление, одной группой прорвавшихся дела не ограничиваются. Прямо через нашу линию лавовой обороны к нам заходит еще один караван. Причем все из той же фракции раса Сачи, которая, похоже, знает некий секрет преодоления лавовых разломов. К несчастью для нас, с золотом они все так же небогаты, и мы можем всего лишь сдать им все ненужное, что у нас накопилось. После чего обратиться к Брэну, который уверенно завершает бассейн для хранения топливных ресурсов. За такое пускай не героическое, но практически полезное деяние, Брэн заслужил еще одно бионическое улучшение, или точнее целых два бионических улучшения, ведь у него как раз таки отстреляно и левое и правое ухо, а мы как раз за кадром сделали два бионических заменителя. Первая операция прошла вполне успешно. Да и вторая, как видим, не заставила себя долго ждать, что подводит нас к еще одному практическому вопросу. Как видим, доктор Хейс вполне уверенно прокачал свой медицинский навык до 14, а как мы помним, на 15 он сможет вживить архоглаз лично императору Лиему, так что Брэн немножечко послужит учебным пособием, а заодно еще и получит бионический правый глазик и две бионические же ручки, пускай полная замена по факту ему сейчас и не требуется. К некоторому сожалению, последняя операция проваливается, но бионический круг мы сделали с запасом, поэтому попробуем провести ее еще раз. Сразу же, как только Хейс немножечко отлечится от своего стресса. Ну а мы же вернемся к тому, с чего начали, и декодируем еще один набор символов, чтобы отправиться в очередное путешествие через Звездные Врата. Сразу же, как только Бори, Серый Кэмп отобьются от еще одного налета на свой остров. Кроме того, набор координат Звездных Врат явно имеет указание на еще одно хранилище, расположенное довольно-таки к западу от нашего острова. Да и опять же, как огромная неудача нападающего, к нашему острову причалили еще и злобные агрессивные пираньи. Так что далеко не факт, что он дойдет до побережья неповрежденным. В очередной же раз победа была за нами, даже несмотря на внезапное уныние Серый. Правда, отправиться через портал нам все так же мешает, но в этот раз уже торговцы экзотикой, как раз-таки пролетающей над нашим основным островом. Несмотря на их довольно неплохой ассортимент, у них все так же нет необходимой нам сыворотки исцеления. Зато вполне есть достаточное количество золотишка для создания катафрактной брони. Но в обмен на него мы вполне можем пожертвовать, скажем, некоторым количеством пеноксицелина, пускай в комментариях мне активно советовали его не продавать, а оставить для часто болеющего вона. Кроме того, здесь же у этого же торговца мы вполне можем приобрести довольно интересный имплант под названием «Исцелитель». Этот источник нано-машин ускоряет заживление ран в разы, пускай и не затрагивает разного рода биологические и вирусные болезни. Для такого бесстрашного бойца, как император Лиом, всегда идущего в первых рядах атаки, этот имплант будет более чем полезен. Ну а взамен, как бы это не было грустно, придется расплатиться некоторым количеством бионических частей тел, которые мы уже создали. Заметим также, что переключение Лиема с Диксон на миссии не прошло для первой дара. Бедняжка Диксон впадает в истерику именно из-за измены Лиема, но по сути у них были свободные отношения, да и раньше ее совершенно не смущал тот факт, что Лием в общем-то женат, пускай на давно пропавшей принцессе. Отдельно заметим, что после подключения к сети наш прекрасный бассейн для хранения топливных ресурсов наконец-то заработал, и вон вполне может начать переноску топливной стержни и загрузку их по месту назначения. Ну а на следующий же день, как только вон завершает катафрактный шлем, мы наконец-то можем отправиться по координатам звездных врат и в бою испробовать новую обновку Лиема. Что же касается его старого шлема, то его, пожалуй, оденет Хейст за всемедицинские заслуги, награжденный с барского имперского плеча. В этот раз на исследование отправятся все, за исключением Никсона и Кирика. И очень даже похоже, что к нам снова оборачивается лицом удачи, ведь это действительно нечто похожее на древний схрон, пускай защищенный многими защитными турелями. Как и в прошлый раз, местные примитивы, похоже, не в состоянии были оценить наличное вооружение и защищали это древнее хранилище обычными луками и копьями. Но опять же, тем же лучше для нас. Так что под покровом ночи мы продолжим наше неспешное исследование. От очередного найденного в нами богатого арсенала, Пенси даже впадает в истерику от такого небывалого счастья. Но в остальном база, похоже, повторяет предыдущую нами найденную. И даже содержимость здесь похожа абсолютно такое же. Прямо скажем, 8 сывороток воскрешения, это уже несколько имбалансно, даже по имперским замашкам самого Лима. Так что, как бы это иеретически не звучало, но в будущем при нахождении таких баз, излишние сыворотки мы будем просто продавать, чтобы не создавать ненужное и извращенное чувство богатства. Дело ясное, что все найденное мы отсюда демонтируем и перенесем. Да и база все так же объявляется личным доменом Лима. Да и что интересно, задерживаться на этой базе нам тоже долго не стоит, поскольку воздух здесь очень и очень затравлен токсинами, и до полного залутания всего здесь найденного, многие из наших рыцарей могут просто не дожить. Найденные мультианализаторы, кстати, тоже пойдут на разборку, поскольку из каждого из них выпадает довольно приличное количество золота. Оно нам очень и очень необходимо. И так, с некоторым трудом, на грани токсичного фола и оставив некоторое количество лута, мы все же возвращаемся домой. Собрав достаточное количество ресурсов для продуктивной торговли и производства в будущем. Ну и буквально через день после возвращения, Вон завершает исследование автоматических прерывателей и плавно переходит к развитию атомных технологий. Как видим, в следующей на очереди идет обработка плутония, для приобретения которой нам необходимо как минимум 2500 серебра. Но и такая огромная цена вполне себе оправдана, ведь помимо создания МОКС-топлива и радиоизотомных термоэлектрических генераторов, мы сможем взяться за ядренное оружие, которое и вернет ли ему власть над империей. Стоит ли удивляться, что буквально на следующий день на дна и пролетает очередной торговец экзотикой, причем только начиная с ним торговать, мы замечаем самое ужасное, что произошло. Пораженные токсинами, наши бойцы оставили на том же месте все 8 сувероток воскрешения. Но с другой стороны, поскольку добраться туда мы снова не можем, некоторый баланс все же восстановлен, ну а торговать нам придется более приземленными ресурсами. Избавившись, скажем, от двух бионических глаз, еще двух бионических ног и маленького бионического ушка, мы получаем целых 3000 монет, что было бы вполне достаточно, если бы не Арханага в наличии у торговца. Такой протез, достойный самого императора, мы игнорировать не можем, поэтому туда же в бой пойдет еще одна суверотка воскрешения, а также два адреса с координатами звездных врат, и еще некоторое количество пиноксицелина, давая таким образом общий баланс до 1600 монет в нашу пользу. Заметим также, что практически сразу после этого на атомной станции происходит маленькое короткое замыкание, к счастью, нивелированное базовым прерывателем. Но чтобы не рисковать, мы все же потратимся и установим прерыватели более качественные, чтобы не доводить до страшной ситуации. Опять же, поскольку Хейт восстановил свое моральное здоровье, он пройдет еще одну маленькую операцию по вживлению руки Брэну. И заметим, что после последнего боя нам пригодится еще один бионический глазик, поскольку этот Брэн умудрился потерять. Как видим, теперь Хейт наконец-то достиг 15 поисковому врачебному делу, а значит можно не бояться за Лима, которому мы вживем и Архоглаз, и ту же недавно приобретенную Архоногу. Как вы прекрасно понимаете, друзья, основной нашей задачей будет обеспечить Лиму полный набор архических частей тела. И нужда такая возникает не из простого тщеславия, а только лишь для того, чтобы он смог защитить себя и не повторил судьбу своего несчастного отца. Да и плюс к тому же Архоглаз еще и выглядит очень даже круто. На удивление, следующий торговец тоже не заставил себя долго ждать, причем в этот раз нас посещают уже оптовички, и уж им-то нам есть что предложить. Так и в былые годы в прошлых прохождениях огромное количество рисика творит чудеса для нашей экономики. Тем более, что на сдачу мы еще и сможем взять некоторое количество пластали для создания будущих доспехов. Наконец-то, имея все необходимые деньги, мы приобретаем технологию обработки плутония и начинаем проект исследования. Впрочем, спокойно провести исследование нам, конечно же, не дают. Случилось то, чего мы так долго опасались и к чему, по сути, особо и не готовились. Злобные пираты с фракцией Призрачные случайным образом разбрасываются по всей нашей карте. Нам же остается только сгруппироваться и попытаться отбиться от них с максимально возможной скоростью. Тем более, что один из пиратов еще и неудачно дистантировался прямо в нашу реакторную комнату. Продолжение следует... Пускай с некоторым трудом, но у нас все же удалось отбиться. Правда, ценой стали массовые пожары и практически полное уничтожение наших транспортных капсул. На удивление, Вон при этой атаке даже не пострадал, так что просто немного отдохнув, он вполне может продолжить исследование. Но у остальных вполне уверенно подлечат в нашей больничке, тем более, что у нас есть и медикаменты, и необходимый стериль из помещения. В любом случае, имея достаточное количество энергии, теперь мы можем не беспокоиться о защите и вполне способны установить некоторое количество турелей, хотя бы в основных местах, требующих нашей защиты. Но даже несмотря на боль и слабость, через некоторое время Вон само собой заканчивает исследование. И теперь нам предстоит не только воплотить реактор теоретически, но и практически воплотить обработчик Плутония, что потребует от Брена незаврядной сноровки, но в целом будет ему вполне по силам, ведь все ресурсы у нас уже есть в наличии. Заодно отметим, что основание для нашего будущего пантеона уже готово, и используя доставленные с острова Холду на камни, мы вполне можем начать постройку самого помещения. Тем более, что и Плутониевый процессор наконец-то завершен, и Вону предстоит провести некоторые эксперименты с ним, чтобы убедиться, что он работает правильно. Как видим, технологии не зря называются опасной, и первое же проведенное исследование вызывает маленький скачок напряжения и пожар. Да и продолжение исследования на Плутониевом реакторе вызывало еще одну маленькую поломочку, что ясно дает нам понять, что исследование это будет долгим и нудным, так что его мы, друзья, мы уже завершим в следующем эпизоде. А пока что сделаем маленькую паузу, и как обычно я напомню про наш телеграм, дискорд и вконтакт, ссылочки на которые вы найдете все также под видео в описании. Пока что же, всем удачи и до встречи, и увидимся мы уже немножечко попозже.